здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам расчет производства экструзионных хрустящих хлебцев хрустящие хлебцы довольно популярны у потребителей и выглядят вот таким образом это прямоугольная пластинка небольшой толщины с порами внутри обычно хлебцы изготавливаются из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением соли это одна из самых простых рецептур для хлебцев хрустящих бывают и другие более сложные рецептуры например в состав смесей для хлебцев могут добавляться сахар солод различные вкусоароматические добавки как натурального так и искусственного происхождения например сушеный горох сушеный лук капуста морковь свекла а также это натуральные добавки по добавки идентичные натуральным или добавки искусственного происхождения например такие как вкусоароматические добавки бекон для чипсов грибы для чипсов сыр для чипсов это химически произведенные добавки которые призваны придать вкус и аромат хлебцам вкус бекона грибов или сыра в этом видео я хотел бы затронуть совершенно небольшой объем темы расчета производства экструзионных хлебцев и в этом видео будет рассказано о том как какие составы бывают я рассмотрю 5 составов хлебцев хрустящих мы возьмем один из этих составов и рассчитаем дозировку на производство посчитаем какие потери возникают в процессе производства рассчитаем затраты электроэнергии упаковочных материалов воды на технологические нужды а также сделаем расчет не только в количественном выражении то есть в тоннах штуках киловаттах кубометрах но и с привязкой к стоимостным характеристикам то есть в рублях а в начале рассмотрим рецептуры для производства хрустящих хлебцев как я уже выше сказал рассмотрим 5 таких рецептур самая простая рецептура которую довольно редко используют на производстве это пшеничная мука плюс соль 99 процентов пшеничной муки и 1 процент соли это так называемые пшеничные хлебцы с этой рецептурой работать достаточно сложно потому что на особенность эксклюзионного производства особенности эксклюзионной технологии производства пищевых продуктов которую я достаточно подробно рассказывал а вот в этом видео заключается в том что при выходе из формующего инструмента расплав находящийся в экструдере он взрывается вспучивается образуются поры внутри хлебцев и внутри других экструдатов и пшеничная мука она обладает такой особенностью что коэффициент расширения то есть отношение размеров размеров на выходе продукта к размерам формующего отверстия формующим инструменте а это называется коэффициент расширения для пшеничной муки и для хлебцев из пшеничной муки достаточно велик за счет этого увеличивается расход на упаковочные материалы для того чтобы допустим обернуть упаковка бывает встреч пленку или же упаковка машинную упаковка на упаковочных на горизонтальных упаковочных машинах если у нас достаточно большая ширина хлебца а для пшеничного для пшеничных хлебцев это будет больше чем вот для это ржанопшеничный который я сейчас в руке держу то для пшеничных будет примерно на 10 процентов больше размер линейный размер этого хлебца эту рецептуру используют не часто следующая рецептура это ржанопшеничные хлебцы пшеничные начнем пшенично ржаные хлебцы это две трети или три четвертых части пшеничной муки 1 процент соли и от 1 4 до 1 3 ржаной муки эта рецептура распространена больше чем первая и именно ее мы будем рассматривать дальше при расчетах а третья рецептура это ржанопшеничные хлебцы это когда ржаной муки больше чем пшеничной и иногда бывает один к одному плюс один процент соли бывает три четвертых части ржаной муки один процент соли и остальное это пшеничная мука эта рецептура также используются в производстве экструзионных хлебцев но менее часто чем вторая рецептура пшеничная ржаная и то четвертая рецептура это с добавлением отрубей в как во вторую как в первую так во вторую так и в третью рецептуру можно добавить отруби и тогда хлебцы будут называться хлебцы с отрубями отрубей обычно добавляют от 5 до 10 процентов поскольку в отрубях нет крахмала крахмального компонента и нет белка или эти компоненты достаточно невелики по сравнению с содержанием крахмала и белка в ржаной и пшеничной муки то в отрубях взрываться нечему соответственно чем больше в составе смеси отрубей тем хуже будет взрыв на выходе 4 рецептура и 5 рецептура это рецептура с вкусоароматическими добавками я сейчас вам продемонстрирую на экране два варианта такой таких рецептур это 5 1 рецептура который вы сейчас видите вот с этой стороны эта рецептура с вкусоароматическими добавками искусственного происхождения в данном конкретном ситуации демонстрируется рецептура на хлебцы с ароматом бекона как вы видите она основа этой рецептуры это пшенично-ржаные хлебцы куда добавлено пол процента вкусоароматической добавки производители вкусоароматических добавок обычно рекомендуют добавлять до 3 процентов подобных добавок но это и понятно потому что для них важно чтобы производители пищевой продукции как можно быстрее расходовали эти вкусоароматические добавки как можно больше покупали у производителей эти добавки. Но для нас важно, чтобы было соотношение вкуса хлебцев и аромата, и вкуса добавки. Например, бекона, грибов или сыра или других. Поэтому, поскольку я работал на эксклюзионном производстве хлебцев, мы проводили замеры по органолептическим свойствам. И уже при добавлении полутора процентов к общей массе смеси таких добавок происходило искажение вкуса, переставалось чувствоваться основа хлебцев, а оставалось только вкус ароматической добавки. Поэтому при работе на таких рецептурах содержание этих вкус ароматических добавок было уменьшено до 0,5 процента. То, как сейчас это представлено вот на этой врезке. Следующая рецептура под разновидность рецептуры пятой, со вкус ароматическими добавками, это рецептура хлебцев с луком. Лук это натуральный лук, который высушен. Лук крепко, порезанный, высушенный и измельченный в порошок. Либо порезанный, высушенный, измельченный в порошок и потом превращенный либо в гранулы, либо в кубики. Допустим, размером 2 миллиметра. 2 на 2 на 2 миллиметра. По опыту использования, прежде чем я расскажу про эту рецептуру, хотя вы ее сейчас видите на экране, по опыту использования таких порошковых добавок из натурального сырья. Лука, чеснока, свеклы, капусты, моркови. Я рекомендую использовать либо гранулированные, либо не порошковые. То есть, либо гранулы, либо кубиками, пластинками. Кубиками, лучше кубиками. Потому что при хранении эти добавки, которые сделаны в виде порошка, они подвержены с леживанием. И мой опыт работы с такими добавками говорит о том, что я видел, как, допустим, добавка лук сушеный в порошке, он буквально через, а у него срок годности 9 месяцев, он через 3-4 месяца нахождения на сухом складе, он впитывал в себя влагу и становился как камень. Его невозможно было практически ничем разбить. То есть, для чего я это все говорю? Для того, чтобы вы понимали, как работать с такими добавками. И к рецептуре. Такие добавки, как я выше перечислил, еще раз повторю, и помещу их вот здесь на экране. Этот список. Это не полный исчерпывающий список. Это значит лук, морковь, свекла, капуста и чеснок. Сушеные, натуральные сушеные. И эти добавки могут добавляться как отдельно. И тогда это будет хлебцы с луком, хлебцы с чесноком, с капустой, с морковью и так далее. А можно создавать из них составы. Например, хлебцы с луком и свеклой, хлебцы с луком и капустой, хлебцы с капустой и свеклой, хлебцы с морковью и свеклой и так далее. То есть, получается натуральный состав. По моему опыту, можно такие добавки добавлять вплоть до 5% к общей массе смеси. Вот сейчас вы видите тот состав, который мы использовали, когда я работал на таком производстве. Мы добавляли 1% лука, 1% лука в хлебцы с луком, в состав хлебцов с луком. И это уже давало достаточно сильный вкус и аромат для готовой продукции. Менее сильный вкус и аромат давали капуста, морковь, свекла, но самый сильный аромат давал чеснок. Поэтому от чеснока, несмотря на то, что мы его также добавляли 1%, его можно уменьшить при добавлении. Далее. Это я рассказал про основные рецептуры, про базовые. Опять же, ваши технологии, которые у вас работают на производстве, могут это смешивать по-разному. менять одну компоненту на другую. Они это все умеют. Сейчас мы переходим... Я беру сейчас для рассмотрения и дальнейшего расчета хлебцы пшенично-ржаные. Это вторая рецептура. Вот сейчас я ее снова повторю. И мы рассмотрим. Сейчас она на экране представлена в виде процентов. И именно для расчетов именно для расчета потребностей производства процентов достаточно. То есть эти проценты могут быть преобразованы в количество каждого компонента на тонну. И после этого эти тонны могут быть пересчитаны, умножены на стоимость, на цену каждого из этих компонентов и посчитана стоимость рецептуры. Вначале мы сделаем такой расчет, добавив туда еще и расчет потерь. А потом еще мы сделаем еще один расчет, но об этом чуть позже. Который более удобен именно с точки зрения производства. Расчет себестоимости по сырью. По сырью только лишь мука и вкусоароматические добавки. Как это делается? Я буду говорить и одновременно демонстрировать перед вами сейчас лист из Microsoft Excel. В той программе, в которой я делал эти расчеты. Расчеты я эти делал еще 15-16 лет назад, когда я работал на производстве. Поэтому где-то могу оговориться или ошибиться. Но я себя поправлю, либо напишу вот здесь внизу субтитры, если такие ошибки будут иметь место. Итак, мы создаем, вы уже видите созданную мою таблицу. Я это специально сделал до того, как записывать видео, чтобы сэкономить нам время. Итак, вы создаете таблицу. Вы видите сейчас перед собой. Таблица состоит из колонок. Номер по порядку, наименование сырья, закладка в килограммах. И эта закладка рассчитана таким образом, что в сумме это дает 100 килограмм. То есть закладка на 100 килограмм. Далее цена. Цены я брал по текущим, нашел их в интернете. И расчет цены для расчет стоимости каждой строчки отдельно. То есть для пшеничной муки, для ржаной муки и для соли. Это этот расчет без учета потерь. Подробный расчет потерь я вам покажу чуть позже и покажу как производительность и длительность рабочего дня влияет на потери. Это чуть позже, чтобы вы понимали откуда взялась цифра потерь в следующей таблице. И далее я добавляю количество потерь. Обычно потери складываются из следующих компонентов. Первая потеря на влажности. У нас влажность готовой продукции хлебцев не может превышать 10%. Если влажность будет больше 10%, хлебцы будут водянистыми и будут не нравиться потребителям. И они будут ломаться, знаете так, не как они хрустяще ломаются, вот как сейчас. Раз. Слышали, да, звук? А они будут ломаться, как будто это какой-то мякиш хлеба. То есть в вязке будет излом. Поэтому влажность хлебцев не более 10%. А мы знаем, что влажность муки, пшеничной муки, это 15-16%. Ржаной муки от 14% до 16%. И плюс, кроме этого, мы проводим дополнительное увлажнение. Добавляем, подаем воду насосом в рабочую камеру экструдера. И суммарно у нас расплавленная масса внутри экструдера, влажность будет от 24% до 28%. А на выходе у нас 10%. Но ту влажность, которую мы добавили в качестве воды, обычно не учитываются. Не учитывают при расчете, потому что стоимость воды, водопроводную, если это водопроводная вода или если это умягченная, улучшенная вода, которая прошла водоподготовку, обычно эта вода значительно дешевле по себестоимости, чем пшеничная мука, ржаная мука, соль и другие добавки. Поэтому в наших расчетах эта вода будет учтена в разделе «Вода на технологические нужды». Там же будет учтена вода, которая идет на производство хлебцев в рабочую камеру экструдера и вода, которая используется на охлаждение рабочей камеры во время процесса и при остановке машины. Сейчас вот при нашем расчете мы не будем это учитывать. И, соответственно, наши потери, я буду рассматривать их как потери влажности, сокращение влажности по отношению к муке исходной. У нас влажность, получается, потери от 5 до 6%, плюс, кроме этого, есть потери при запуске, при остановке машины, плюс потери во время производства. Например, обрыв ленты или же провисание ленты, лента пошла из матрицы перекрученная. То есть мы не можем эти перекрученные хлебцы куда-то кому-то отгрузить. Поэтому это все уходит в отход. И, скажем так, на моем опыте потери, общие потери составляют где-то от 8 до 10%. В зависимости от того, как ведет себя технологический процесс, как быстро операторы успевают наладить выпуск кондиционной продукции и так далее. Это все важно. И еще один вид потерь. Это потери при упаковке. То есть у нас хлебцы упаковываются в пачку. Но сейчас у меня 3 обычно в пачках от 10 до 16 хлебцев в одной пачке. Но в пачке мы упаковываем не по штукам, а по массе. Если у нас, допустим, идет линия, лента, которая выходит, бесконечная лента жгут, которая выходит из экструдера, она проходит через режущий станок, она разделяется на отдельные хлебцы. Но мы можем в каком-то только лишь ограниченном пределе регулировать массу каждого хлебца. А нам нужно, чтобы в пачке, допустим, в пачке 10 хлебцев, и эта пачка весит 110 грамм. А есть требование к массе нетто в пищевых продуктах, что ее отклонение не может превышать каких-то определенных норм. Так, для пачки хлебцев допускается, в 110 грамм, допускается отклонение от 108 до 112 грамм. Но при этом, если мы берем, допустим, коробку, в которой 30 пачек, 40 пачек, и мы берем и вытаскиваем из всех этих пачек все хлебцы, и измеряем массу нетто суммарно по всем этим 30 пачкам, и потом делим на 30, чтобы получить среднюю массу нетто в каждой пачке, только вот эта средняя масса нетто не должна отклоняться от 110 грамм. В меньшую сторону нельзя, потому что это запрещают регулирующие нормы, а в большую сторону нам нельзя как производителям, потому что это увеличивает расход сырья на производство. Об этой особенности я отдельно ее затрону позже, потом, ближе к концу видео. Мы с вами об этом поговорим, перед тем, как переходить к обсуждению затрат упаковочных материалов, затрат электроэнергии и воды. Это что касается потерь. И теперь я вам пишу, я вам сейчас демонстрирую таблицу уже с учетом потери. Я выбрал, я ввел в эту таблицу потери в размере 8,5%. Это значит, что на каждые 100 килограмм готовой продукции нам необходимо затратить 108,5 килограмм сырья, муки и соли суммарно. Соответственно, у нас изменятся расчеты по себестоимости сырья. Таблица по расчету потерь в зависимости от производительности экструдера и от длины рабочего дня. Рабочий день на пищевых предприятиях может быть 8 часов. То есть мы пришли с утра к 8 часам, запустили экструдер, 8 часов отработали, ушли домой. 12 часов смена. То же самое, к 8 часам пришли утра на работу, 12 часов отработали, где-то в 9 вечера разъехались по домам. Может быть круглосуточная работа, то есть безостановочная. Но тогда нужно организовывать сменный график работы. Сменный график работы на пищевых предприятиях может быть 8 часов, одна смена. Тогда получается этот трехсменный график работы. Может быть двухсменный, то есть люди работают по 12 часов. Каждая смена. С 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Кроме этого, мы можем увеличить производительность экструдера. Так, например, тот экструдер, на котором мы работали, R3CAT88, у нас стояла матрица одноручьевая. Но на этот экструдер может устанавливать и двухручьевые матрицы для производства хлебцев хрустящих. На одной ручьевой матрице максимальная производительность, которую мы смогли достичь, это 95 кг в час. Соответственно, на двухручьевой матрице можно достичь производительности 190 кг в час. В таблице, которую сейчас вы видите на экране, подробно расписано, какие затраты есть. Это и затраты сырья, о которых вы поговорили, затраты электроэнергии, затраты воды на технологические нужды и охлаждения, затраты на оплату труда производственных рабочих и затраты труда, и затраты на оплату труда инженерно-технического персонала и бухгалтерии. При расчете оплаты труда производственные рабочие и их начальник участка получали как от сделки, а инженерно-технический персонал и бухгалтерия получали оклады. Это учтено в этой таблице. Но мы не будем останавливаться, как я уже выше говорил, на оплате труда в этом видео, потому что это отдельная большая тема, потому что при расчете оплаты труда нужно учитывать не только те суммы, которые начислены работникам и сотрудникам, но и налоги на фонд оплаты труда, что достаточно трудоемко, и эти налоги зависят от формы организации собственности. Это либо ИП, ООО или АО и так далее. Поэтому мы эту тему в этом видео не рассматриваем. И возвращаемся обратно к зависимости потерь от производительности экструдера и от количества часов, которые экструдер работает на предприятии. Начинаю я, это самая первая строчка, это самое простое. То есть в 8-часовой рабочий день производительность 70-75 кг в час. Рассчитываю общую производительность за день. Далее, следующая строчка, это повышенная производительность. И далее, это строчка 12-часовой рабочий день обычной производительности, 12-часовой рабочий день повышенной производительности и круглосуточная работа. А потери сырья при потере влажности я выбрал стабильными. То есть это где-то 6%. Потери на запуск-остановку для меня я тоже выбрал стабильными, вне зависимости от того, сколько мы часов работаем, какая производительность. И потери во время производственного процесса также указал. И что получилось? Что при увеличении количества выпущенной продукции за один запуск, то есть один запуск, он может, допустим, мы запустились, работаем 8 часов, получили 600 кг, потери при запуске, при остановке 50 кг. Соответственно, мы получили 8% потерь только лишь при запуске и остановке. Это очень много. Плюс еще потери по влажности. Далее, если мы увеличиваем до 1000 кг на одном запуске, это 83 кг в час и 12 часов работы. Вполне достижимо. То, соответственно, эти 50 кг уже будут 5% потерь. Если мы сделали 1000 кг за один запуск. А если мы работаем круглосуточно, допустим, мы отработали целые сутки без остановки, это мы, давайте мы, я 80 кг в час и 24 часа работать, это будет около 2 тонн произведенной продукции за сутки. Это получается, наши потери, вот эти при запуске, при остановке, это 50 кг, те же самые, это всего 2,5% потерь. Важно работать на пищевых производствах как можно больше без остановки. Я вам привел пример производства, в котором запуска и остановка, то есть эксклюзионное производство, которое мы рассматриваем, в котором запуска и остановка занимают примерно суммарно 30-40 минут. Выход на рабочий режим и так далее. Есть производства, в которых заводы запускаются в течение 24 часов, в течение 2-3 суток. Например, крахмальные заводы, спиртовые заводы. Потому что пока сырье пройдет по всему оборудованию и будет получена первая партия крахмала, допустим, на крахмальном производстве, может пройти сутки-двое. И только через сутки мы узнаем, у нас получился кондиционный продукт или нет. Смесители бывают разного объема. Если мы, допустим, используем смеситель 100 кг, в который входит 100 кг муки, то мы не можем взять, допустим, 2 мешка пшеничной муки, 1 мешок рожаной муки и 2 кг соли, и поместить это туда. И получить готовый продукт. Мы даже не можем взять нашу рецептуру, которая пересчитана на 100 кг, я вот ее сейчас вам снова демонстрирую, и поместить его в этот смеситель. Потому что 100 кг – это в накат будет он заполнен. Например, когда мы работали, я работал на эксклюзионном производстве, мы использовали смесители, которые назывались ВПСМ-100. ВПСМ-100 – это 100 кубометров. Вот в него у нас входил 1 замес. Что такое 1 замес? 1 замес – это 1 мешок пшеничной муки, 50 кг, 25 кг рожаной муки и 1 кг соли. И у нас до кромки смесителя, до верхней крышки, оставалось буквально еще 4-5 см. И мы в этом смесителе перемешивали наше сырье. То есть мы, когда подходим к расчету и проектированию рецептуры, мы еще должны знать, какие закладки будут у нас по оборудованию. В зависимости от того, какой у нас объем смесительного оборудования, просеивающего оборудования и так далее. Поэтому я еще привожу еще один вариант пересчета рецептуры уже на закладку. Вот сейчас вы его видите. Это у нас пересчет нашей рецептуры, которую мы рассчитывали. То есть это пшеничные рожаные хлебцы. А вот пересчет рецептуры с вкусоароматическими добавками, но натуральными. С хлебцы, хрустящие с луком. Как вы видите, у нас все осталось по-прежнему. То есть пшеничная мука 50 кг мешок, рожаная мука 25 кг, соль 1 кг, но еще добавляется лук 650 г. За счет такой добавки у нас процентные веса всех остальных компонентов пшеничной муки, ржаной муки, соли уменьшаются. Но мы можем эту смесь поместить в наш смеситель. Следующий момент, а то, о котором я говорил выше, но мы его отложили до более позднего срока, это упаковка. И количество, масса нет в упаковке. Сейчас буду приводить пример. Вот здесь нужно очень внимательно следить за логикой. Смотрите, у нас есть, я также возьму разломанный хлебец, чтобы мне было, чтобы была побольше пачка. Я его положу между хлебцами. Вот. То есть, у нас есть пачка хлебцев. Допустим, в ней должно быть 110 грамм. 110 грамм. И мы выпускаем тысячу пачек в... Тысячу мало. Тысяча пачек, это получается 110 грамм, 110 килограмм. Мало. 10 тысяч пачек мы выпускаем за смену. Это получается 1100 килограмм. То есть, тонна 100 килограмм. Нормально. Вполне реальная производительность производства. То есть, мы выпускаем 10 тысяч пачек. Теперь представьте, что оператор не уследил и в течение всего всей своей смены в пачке было 112 грамм. 112 грамм. Насколько меньше пачек сырья было заложено, ну, давайте сейчас без потери считать, 1100 килограмм сырья. То есть, если бы в пачке было 110 грамм, то, как на ней написано, то мы бы выпустили 10 тысяч пачек. Вы знаете, сколько стоит отпускная цена каждой пачки. А теперь у нас, допустим, случилось такое ЧП, и у нас в каждой пачке по 112 грамм. 112 грамм. А у нас просто хлебцов, которые шли по конвейеру, было 1100 килограмм. Мы делим и получаем, что у нас было выпущено всего, у нас было выпущено всего 9821 пачка. 9821 пачка. Всего лишь увеличили, оператор не досмотрел, и в каждой пачке было на 2 грамма больше. То есть потеряли, бы изначально из экструдера вышло 1100 тонн хлебцов, и если бы мы их поместили как весовые, их было бы столько, но мы их расфрасовали. То есть получается, что за счет этого недосмотра получилось меньше на 179 пачек. А теперь посчитайте, это если только за день. А если вы каждый день теряете по 179 пачек, я возьму калькулятор, и 179 умножить на 30, 5370 пачек в месяц из-за недосмотра. И пусть каждая пачка отпускная будет по 10 рублей, это 53 700 рублей недополученные выручки, или же это те же самые потери. Вот этот весь расчет вы сейчас видели, как здесь он шел. Это очень важная информация, и ее нужно учитывать при настройке оборудования и упаковочного, и экструдера, и режущего станка, и так далее. И переходим дальше. Здесь я пойду очень быстро, потому что уже вижу, сколько я времени это видео записываю. Дальше это электроэнергия, это вода, вот здесь будет появляться расчет, я не буду расчет, в расчете на тонну продукции, при производительности 250 кг в час. Если мощность электродвигателя экструдера и всего оборудования, которое установлено, электрическое, составляет 90 кВт. Далее, расход воды из расчета того, что на охлаждение рабочих корпусов одного экструдера уходит примерно на 1 кубометр за смену. Расход воды на увлажнение сразу же показываю расчет с деньгами. Расчет, значит, воду я беру по 50 рублей за кубометр, электроэнергию я беру 6,5 рублей за киловатт. Далее, и расход упаковочных материалов. Здесь я рассчитываю каким образом? На упаковку пачки хлебцев в прозрачную стрейч-пленку с этикеткой сверху. Этикетка 1 рубль. Прозрачная стрейч-пленка, которая будет упакована... о, извините, не стрейч-пленка, прозрачная полипропиленовая двухосно-ориентированная пленка толщиной 35 микрон, шириной 500 миллиметров. Я ее рассчитываю по цене 150 рублей за килограмм. А на упаковку одной пачки хлебцев уходит 3 грамма такой пленки. То есть, из 1 килограмма пленки можно упаковать 333 пачки. Из такого расчета я делаю расчет стоимости упаковочных материалов. Все сейчас вы видите на экране. Суммировать сейчас я считаю нет необходимости. Поскольку у вас будут какие-то еще дополнительные расходы обязательно. Обязательно нужно учитывать расходы на ремонт техническое обслуживание. То есть, это масло. Это смазочные материалы. Масло в редуктор, масло в распределительную коробку экструдера. Масло на редуктор конвейера, режущего устройства. Масло на упаковочную машину. Смазочные материалы для подшипников. И так далее. Это тоже порой выливается в очень-очень такие круглые суммы. Например, на замену масла в редукторе экструдера уходит от 10 до 20 литров. На замену масла в масляной станции для смазки редукторов в распределительной коробке экструдеров уходит от 50 до 70 литров масла. И меняется оно каждые полторы тысячи механических часов. Это нужно учитывать. Сколько вы сможете произвести за полторы тысячи механических часов. А механические часы считаются по-другому. Они не равны астрономическим часам. Далее это расходы на анализ продукции. Если у вас нет своей собственной лаборатории, то вы будете отдавать эти продукции от каждой партии на анализ. Будете платить это за лабораторное исследование, инспекционный контроль и так далее. То есть это еще дополнительные затраты, которые лягут на вас. опять же по моим расчетам 40% это сырье, 40% это оплата труда, включая налоги, и 20% это вот эти все то, что я выше перечислил, вот эти вот эта вся как казалось бы мелочевка обслуживания оборудования, ремонта и так далее. Спасибо, что вы досмотрели это длинное насыщенное видео до конца. Немного я успел рассказать вам за эти чуть больше 40 минут. Я думаю, что оно было более чем полезно для вас. Если это видео наберет 20 лайков, а я считаю, что это вполне возможно, поскольку подписчиков уже более 200, то тогда 20 лайков, если это видео наберет, то я выпущу следующее видео о том, я расскажу, как рассчитывать, какие рецептуры бывают, во-первых, и как рассчитывать производство экструзионных подушечек с начинками. Там есть свои особенности, без знания которых можно долгое время устойчиво терять деньги. Каждый день, как только вы запустили экструдеры на подушечках, вы начинаете терять деньги, если вы не знаете этих особенностей. Поэтому 20 лайков и это видео про подушечки последует. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, в колокольчике все уведомления. Также вы можете посмотреть другие видео, посвященные экструзионному производству. до новых встреч, желаю вам всего хорошего. до новых встреч, до новых .